здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я пика предлагаю вам сегодня обзор вот такого журнала я знаете я не ожидала его купить я его купила в обычном ларечке с сигаретами с газетами вот здесь вот написано что это 1221 чешская республика то есть напоминаю тем кто не знает я живу в чехии поэтому возможность купить у меня русский журнал нет покупаю на том языке на котором у меня продается стоит 6 евро я пожалела что я потратила 6 евро если честно сейчас мы с вами конечно чуть-чуть посплетничаем и говорим вот это все дело это серия не знаю есть у вас эта серия как специал газа вязание плюс мода плюс мода дети вот у нас выходит вот такая вот бурда но я я так предполагаю что это же это же универсальный журнал уже везде правильно правильно я понимаю в любой стране просто переводится и так девчонки я увидела розовую жилеточку мне она понравилась и вообще бурда вязание тоже мне понравилось название по профилю моего вот и давайте посмотрим что же нам опять предлагает бурда девчонки вот в принципе это все модели вот которые они предлагают в этом журнале и я так у меня такое ощущение второй раз после бурды вязания у меня ощущение что они совершенно ни с чем особенно с моделью с фасонами не заморачивайся ну вообще вот чуть-чуть напряглись с узором и чуть-чуть напряглись вот этой секционной пряжей все девчонки больше ничего нового нет 6 евро мне стало жалко которые я потратила думаю ну да ладно сниму хоть видео единственное же говорю что у на это здесь интересно и так это узоры вот допустим этот но этот давным-давно известный я же говорю у меня ощущение что дизайнеры бурда моды ходят на пинтерест и берут идеи оттуда или из пинтереста или седу youtube а потому что вот этот вот узор если посмотреть поближе это сочетание английской резинки и две косички там по 6 петель все весь узор он давным-давно в интернете я даже и не заморачивалась его снимать зато здесь must have сезона но разве что цвет цвет такой я люблю кардиган обычный никто не заморочился не со скосами не сака там рукава ровные смотрите ровный рукав ровное плечо кардиган ровный бардак под мышками смотрите что творится в общем вот это и кстати вот эта вещь интересная жилет здесь он простой да как мы любим этого жилета я могу сделать мини мастер-класс потому что он действительно интересен только как бы идеей да здесь тоже ничего особенного нет вот они сокращения цель навязанная планка сокращение этот возможно мы можем разобрать этот жилетик я думаю он такой универсальненький его можно даже и связать вот по этому принципу связать допустим ажурным узором и летнюю такую туничку ну кардиганчик летний как летний вариант жилета тоже можно вполне себе связать по вот этим отметкам давайте посмотрим на выкройку я гляну квадратик вот напишите мне если что я разберу разберу просто какая-то 27 модель бардак такой в описаниях все перемешано должно быть как-то вот она чешском языке я в состоянии перевести английская резинка а нет есть тут скос давайте если что я вот вы проголосуйте вот эту от первая модель которую я согласна разобрать хотя бы минимум варианте и предоставлю вам вот эту вот выкройку вот и описание вязания по по журналу чтобы не покупали метать или 6 евро я вам сделаю это мне совершенно не понравилось ни узор не не может кстати если бы узор был был из другого другой пряжи может быть он мне понравился а так здесь здесь какая-то меланжевая пряжа и вот этот узор и он многофактурный там и ажур там и сокращения там и под платочной вязки вот какое-то оно такое несуразное если бы было бы однотонное возможно бы не и узор зашел и ромбы и треугольники и ажуру чуть-чуть такое непонятное сумка интересная тут спорить не буду она из вот этой как она называется девчонки забыла я забыла как называется вот эта соломка из которой шляпки вяжут торнаментом связано я так предполагаю там объясняют как вязать крючком этот орнамент ну тут кстати мне сразу показалось что красивый узор а потом он мне не что-то не понравился тут вот тоже ничего кстати вот казалось бы узкий свитер не скоса плеча блин не оката рукава ничего нравится мне здесь только цвет вот в этом джемпере тоже кстати все максимально вот смотрите максимально все просто ровными линии тут мне понравилась коса вот посмотрите разобрать вам эту косу девчонки смотрите какая она она 3d коса и вот здесь вот коса вообще шикарно давайте я вам сделаю вот этот узорчик и быстренький разбор и схемку этого свитера я вам соображу быстренько вот эта коса мне действительно очень нравится она такая теневая видите там внутри тоже идет это переплетение это снаружи и внутри идет переплетение очень красиво мне очень понравилось вот это касается тут ноу-коммент ноу-коммент это тоже два квадрата за счет пряжи это все понятно обычный свитер воланчики пределами и притом на детских смотрите вы видите здесь скос я не вижу плеча я имею я не вижу скоса плеча понятное дело вы смотрите насколько видно что здесь сколько всего лишнее лишнего подмышкой но это для чего объясните мне это шарф такой или это игрушка или что это объясните пожалуйста тут жилеточка это у меня манишка есть это же смотрите шов задом наперёд еще одели на ребенка похоже на где-то задом наперёд вот я уверена что за вот эту вот кофточку вы скажете что вам нравится почему-то у меня такое впечатление и здесь такое же у меня впечатление узор очень похож на тот который я только что того свитера но это не он но очень похож мне не нравится лично мне не нравится фиолетовая кофточка вот вы скажите свое мнение про фиолетовую кофточку тут с ноги к обычной просто узор интересный вот это интересно но это уже для для опытных девочек я не люблю жаккард тем более весь джемпер вязать с жаккардом этаж это же такой напряг представляете я люблю быстро-быстро-быстро и просто и стильно тут интересная коса но я бы ее тоже не хотела хотя хотя видеть эту две косы я надеюсь что вам видно две косы не проплетаются то есть сама коса вот такой вот ширины вот она такая большая тоже кстати можно было бы ей украсить и джемпер по переду пустить по рукаву пустить вот эту косу фиолетовая коса она звуя это тоже мне напишите что вы про нее думаете но неплохо неплохо она выглядит хотя крой опять же опять же у нас прямоугольник ровный квадрат никаких скот и и окатов нету тут баксус это тоже давным-давно гуляет в пинтеристе у меня даже есть я его тоже разбирал давно на заре моей блогерской деятельности а вот вот этот вот жакетик тоже простенький тут у нас смотрите они уже заморочились со скосами хотя не заморочились с закатом но он довольно таки интересные вот как летний вариант платочной вязкой непонятно я еще почитаю какая пряжа но этот интересный так не нравится тут вообще но у команд насколько неаккуратно швы нет посмотрите на или это разрезы или это шов такой в общем кошмар хороу хотя как идея вещь неплохая но и цвет неплохой исполнение вообще бесподобно баспадал тут тоже 4 квадрата 4 прямоугольника вот сама кокетка здесь очень красиво а вот рука мне не нравится смотрите круглая кокеткой тут нужно было продолжить ровно рукав тем более такой вязкой может если пряжа была помягче чтобы вот этот фонарик рукав выглядел помягче чтобы он падал красиво так он стоит колон да и все с прямоугольникой и шаккард все таки они не заморачивается с этим как бы с разными вот этими рельефными линиями у них все максимально просто играемся мы только с величиной то есть оверсайз или поуже и с пряжей все больше мы не заморачиваемся платьице платьице тоже прямоугольники и ничего другого внизу резинка хотя по своей сути оно и неплохое вот это платьице свитер платье даже и я бы такое носила под сапоги да да мне кстати недавно вот такого типа смотрела бы тенденции и хотела прикупить платьюшко веточка жаккардовый узорчик неплохой вот такие вещи мне нравятся тоже обычный классический реглан свитер связан неаккуратно может пряжу такая какая-то непонятно смотрите какую какую-то покоцаный весь неаккуратно с вообще ничего ах на мой взгляд нет это все давно уже в интернете все давно уже сделано же свитеров просто рукава цветные вот этот вот жилет который привлек мое внимание это джилет девчонки я вам свяжу знаете из чего из пуфи файн это для тех кто не вяжет вот он будет и мягенький и объем ненький я думаю как раз он будет крутой из этой пряжи я ее заказала нам не скоро должна прийти жилетик это тоже эта вещь уже давным вязалась перевязалась 50 раз объяснялась носки красочные нички нички же это тут играть вот и все девчонки вот такой вот такая вот бурда спица 1221 кстати это джемпер что я вам предлагаю косу смотрите я вам сделаю разбор косы схема вот она сделаем вам видео схему и переведу описание и разберемся видите квадраты все квадраты о выкройка тут с ума сойти мы сделали вырез тройму чуть-чуть напряглись в жилете конечно лазать делать никуда не денешься рекламу жилет в общем бурда у нас квадрат а вот тут мы напряглись смотрите в детском этом цветы ручки с волончиками а так нигде никто не напряглись максимально квадраты везде квадраты везде квадраты и все хоть и тресни как было вот я училась мне было 20 лет так все и осталось это девчонки в интернете вот эту жилеточку да а ну скажите мне просто чтобы вы знали ее размеры на ваш размер я ее разберу в этой английской резинки в как в оригинале ну в уменьшенной версии мы разберем размеры вот можем разобрать варианты узора хотя вариант узора вы если будете знать свой размер потом подберете любой узор сделайте себе то ли летнюю то ли зимнюю то ли демисезонную что хотите то есть не делайте из какой угодно пряжи вам важно и будет именно сам размер размер изделия все девчонки вот такой вот сегодня обзорчик небольшой я думаю больше останавливаться на этом журнале нет смысла нет там ничего интересного кроме пару узора вот если допустим может какой-то схему жаккард вам вам интересно вот именно из этого журнала я вам сфотографируются выложу в сообщество пишите пишите девчонки вот допустим если вам нужна вот эта схема да я вам сфотографирую и выложу в сообществе не вопрос и выкройку даже могу сфотографировать или в инстаграм если мне не они заблокируют скажите блокирует за такое или нет можно это делать или нельзя это делать так ну ладно девчоночки все равно я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия ставим лайк подписываемся пишем комментарии обязательно высказываем свое мнение что вы по этому поводу думаете конечно же да я не пожалела про шесть евро потому что я вам это показала но если бы я купила вот это вот просто для себя я наверное вы жаба меня добила большая и зеленая все девчонки всем пока